Точка музыки, точка развития. В молодежном пространстве появилась новая аппаратура. Средства на ее приобретение были получены из субсидии. Подробности у Катрины Тайбарей. Для молодежи округа уже с мая 2021 года есть пространство для развития и реализации своего таланта. По словам постояльцев репетиционной базы, создание данной точки очень важно. Анастасия Корчева, например, занимается вокалом с самого детства. А благодаря точке музыки нашла своих людей. У нас появляется группа, нам нужно где-то репетировать. Мы уже не одиночные музыканты. Соответственно, нужно место, куда мы могли собираться, где есть аппаратура. Это место очень важно в нашем городе, ибо много творческой молодежи. Соответственно, нужно где-то заниматься, где-то развиваться. И это место прекрасно для этого подходит. Коллега Настя Глеб Хозяинов также занимается музыкой с детства. Благодаря поддержке родных юноша посвящает себя делу, которое ему нравится. Это все благодаря моей тете. Она заставляла меня играть, потому что у меня был такой жизненный период, когда я вообще не хотел играть на гитаре. Да, ну и, можно сказать, благодаря ней я сейчас тут. Молодой человек отмечает, что нашел свой коллектив благодаря фестивалю Arctic Wave и Неформат. Я помню, он мне говорит, что вот есть точка музыки и будет фестиваль, Неформат. И я у него спросил, могу ли я там выступить. Он все узнал, и меня привели сюда. Ну, я репетировал тут пару дней и, собственно, выступил. И потом, когда у меня появилась группа, мы все вместе спросили, можно ли нам играть тут. Ну и вот играем. Под чутким руководством Нелли Христюк более 60 молодых талантов занимаются на репетиционной базе. Человек, который хочет попасть к нам, в нашу семью творческую, достаточно лишь написать мне в группе, ну, ВКонтакте, либо позвонить в молодежный центр, где я тоже работаю. И, да вообще, на самом деле, спросить у кого угодно, у любой творческой личности в городе Наринуар, в принципе, все меня знают. И напрямую мы уже свяжемся, поговорим о расписании, может быть, кто-то захочет играть в какой-то уже группе состоявшейся. Точка роста творческой молодежи не стоит на месте, а тоже развивается. В конце мая мы увидели, что объявлен конкурс департаментом здравоохранения Нейско-Автономного округа на получение субсидии, которая нацелена на профилактику асоциальных явлений, популяризацию здорового образа жизни. Мы приобрели необходимое оборудование, то есть это в большей степени музыкально. Это и микшер, и микрофоны, стойки, то есть колонки дополнительные, которые не хватали. Мы распаковываем новый приобретенный миди-контроллер для написания музыки, диджей-музыки. То есть у нас сейчас есть пионер, большая такая махина, а есть вот такая маленькая штучка, на которую очень крутую музыку можно писать. А уже сегодня точка музыки перерастает в дом творческой молодежи. В перспективе здесь могут заниматься не только музыканты. Мы этот проект масштабировали и хотим сделать уже сейчас дом творческой молодежи. Он будет делиться на две зоны. Первая, это у нас тогда остается точка музыки. И второе, это будет у нас каворкинг пространства, где ребята могут уже какие-то свои таланты в дизайне, в музыке опять же развивать. То есть многосторонне развиваться. Проект получил большой отклик у молодежи. Ремонтные работы проводят сами организаторы Дома творческой молодежи вместе со своими гостями. Катрина Тайбри, Антон Мудряков, Телеканал Север.